Есть невидимые миру слезы. Это слезы матерей, борющихся с непростыми диагнозами особенных своих детей. Помочь им научиться жить в этом мире – вот главная задача каждой из них. С недавнего времени в Славянске-на-Кубани появилось место, где оказывают реальную помощь детям с особенностями развития. С самого рождения маленький Федя развивался наравне со сверстниками. Сейчас ему пять лет. Несколько лет назад врачи поставили Феде диагноз – задержка речевого психического развития с когнитивными изменениями. Мама Феди и руководитель Центра детского развития «Росток» Ирина Пушкарёва, имея личный опыт воспитания особенного ребёнка, бесстрашно бросилась помогать другим. В марте этого года открылся Центр для детей с особенностями развития. Такой центр у нас в городе первый, где мы применяем комплексный подход. Наша задача – помочь детям комплексно. Если есть проблемы, то должен быть комплекс мероприятий, никак не что-то точечно. Как правило, надо ждать долго результата от комплекса мероприятий. Чем больше их, тем эффективнее. То есть это как маленький реабилитационный центр. Сегодня центр арендует небольшое помещение, где созданы все условия для работы с особенными детками. Работают узкие специалисты – массажист, психолог, остеопат, логопед, дефектолог. Недавно два педагога прошли специальное обучение в крае и теперь могут работать в области АБА-терапии – прикладное поведение. Центр располагает уникальным бак-аппаратом – методом биоакустической коррекции, который буквально за несколько месяцев приносит реальные результаты у детей с ограниченными возможностями здоровья – с аутизмом, ДЦП, ЗПР, синдромом Дауна, дефектом внимания, гиперактивностью и другими заболеваниями. Помощь в открытии центра оказала районная администрация. По поручению Романа Сенеговского средства из районного бюджета были выделены на оплату аренды помещения, а также приобретение дорогостоящего аппарата. Задача сегодня, наверное, одна единственная – это сделать, чтобы было доступно для всех деток. Это самое главное, наверное. А потом эти все затраты, я думаю, с Романом Ивановичем мы согласуем, и я думаю, и он заберет эти затраты, чтобы наши дети в близлежащих районах получали здесь корректировку здоровья своего. Отдельно следует сказать о детках, страдающих аутизмом. Ведь в мире это заболевание приравнивается к эпидемии. На первый взгляд, это обычные дети. Но чтобы понять, насколько они особенные, нужно прожить хотя бы один день их жизни. В Центре детского развития «Росток» таким деткам оказывают большую помощь. Одна из них – Валерия Носенко. Маленькой Лере всего три года. Врачи поставили ей диагноз – расстройство аутистического спектра. Мама Леры – Нина Носенко. Признается, что здесь действительно после длительных процедур она стала замечать улучшения. Когда такая беда в семье, готовы все отдать. Все деньги последние, чтобы как бы ребенку было хоть немножко лучше. Биоакустическая коррекция, не знаю, я не могу сказать, что это, может, она перерастает. Может, это, но все равно в комплексе и занятие, и этот баг, он, по сути, как бы дает результат. Я это вижу, как бы мы будем в любом случае продолжать. Научно доказано, что люди, страдающие аутизмом, видят мир иначе. Они живут в своем мире. Возможно, в их мире всегда тепло и солнечно. Нет зла, опасностей и бед. Возможно, их мир во многом лучше нашего. Но правда в том, что они рождены в нашем мире. Им нужно помочь научиться выживать среди других людей, жить по законам социума. Конечно, цель всех лечебных процедур направлена на будущую социальную адаптацию ребенка. Эта проблема объединила многих, чьи дети волей судьбы стали особенными. Любую болезнь можно победить. Самое главное – не сдаваться. Продолжать бороться. Шаг за шагом, день за днем. Как это делает героиня нашего сюжета Ирина Пушкарева. Она выстояла и протянула руку помощи таким же, не замкнувшимся в своем горе. Теперь в Славянском и ближайших районах есть куда обратиться, где искать помощи в реабилитации детей с особенностями здоровья. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».